Хочу слово предоставить следующему лектору, лектору, который сегодня имеет огромный опыт работы в традиционной медицине, в нашей компании, теньший кандидат медицинских наук, Акширгинеколог Куатва Ахпадша Айтуганна. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, я рада с вами встрече. Время, которое мы не знаем, Тему мы сперва хотели поставить в вопрос о чем. Допустимо ли применение продукции не только тензи-бадов совместно с нашей обычной традиционной медициной. Почему? Потому что я врач-эксперт. Более 20 лет уже работаю врачом-экспертом. Я знаю, вы в большинстве случаев работаете как... У нас есть стандарты, утвержденные, соответственно, клиническим протоколом и диагностикой, лечением. Также ведь отклонение в сторону налево-направо пуля в лоб. Если так, вот таким метем. Поэтому наши доктора в большинстве случаев спотыкаются, не могут. И цель наша была так. Поставить вопрос. У нас даже ученые занимаются этими вопросами. Поставить вопрос, как в России допустить применение БАДов тем лицам, которые употребляют обычную нашу традиционную медицину. Те лечения, которые согласны клиническим протоколам диагностики и лечения вы назначаете и совместно получаете. Почему? Потому что мы все прекрасно знаем. Кто-то согласен, кто-то нет. Кто-то могут перекатся, в смысле сказать. Я не согласен. Но все равно не поднимая иммунитет каждого человека, мы знаем, мы не можем бороться с любым заболеванием. Любое заболевание это снижение иммунитета. Это мы прекрасно знаем. И где и тонко, там и рвется. И везде приходит нам бороться с тем, где у нас слабые места. Так же ведь? Люди состоят годами на диспансерном учете. Мы их и лечим. Однако выздоровления этого человека нет. Идет улучшение. Через определенное время эти люди повторно приходят. А если вы совместно к этим людям будете принимать БАДы, это идет, мы гарантии даем стопроцентное выздоровление. Потому что только что Тарега Вилдакулуна в цветы больных с туберкулезом пример привела, что прошло стопроцентное оздоровление таких пациентов. Я немножко хочу остановиться пару минут о себе. В отношении что я врач, я работала, я не буду говорить, я уже 50 лет здравоохранения, но об этом не буду говорить. Почему я пришла в Чиншей? В 2003 году я перенесла онкопроцесс. Когда я выписывалась в больнице, мне коллеги моей, Галам Базенович, профессора нашей знает, этого профессора сказал, Акпачай Туганна, вы правда искатель, вам осталось 5 лет жизни. Я сказала, Галам Базенович, мы ровесники, всегда шутили, не дождетесь, я буду жить 120 лет. Славьте Аллаху, прошло не только 5 лет, но мне приходит беда без последующей радости. Когда я болела, проходила это 5 лет, на 4-м году я получил перелом голеностопного сустава, голени, и потом получилось, поставили мне метастаза позвонка, лежал как парализованный человек. Я принимала все, то, что назначено, я никому не говорю, назначая БАДы, не отменять спецпрепаратов, любой специалистов, специальностей, поняли, любой, страдает гипертонией, пусть принимает гипотензивные препараты одновременно нашей БАДы, страдает сахарным диабетом, пусть принимает антидиабетические препараты, болеет туберкулезом, спецпрепарат, болеет онкологией, все то, что лечение, назначено онкологией, дополнительно принимая наши БАДы, человек может быстрее подняться и быстрее прийти. К этому времени я хочу сказать, к моему счастью, ко мне пришли доктора, которые работают здесь и предложили мне принимать продукцию Тинши. В 2007 году, тогда у нас еще далеко-далеко было от этих БАДов, да, я сказала, пошлите к черту, со мной занимаются все профессоры, вы мне предлагаете китайские продукции, а продукт БАДы, говорю, еще китайское производство. Принимая эти продукции, вы выйдете, мне 69 лет, я стою перед вами. Так что я всем рекомендую, болейте, не болейте, принимайте эти продукции. Благодаря этим продукциям вы станете здоровой, крепкой, и вы будете всегда в рядах, хотите работать в традиционной медицине, хотите работать совместно с нами. Вот как только что сказал Дарья Билда-Кулуна, не отходя работать в своей профессии, вы можете своим пациентам порекомендовать. А что пациентам порекомендовать, что вы должны делать? Сперва вы должны принимать сами, после того ваши пациенты поверят. Теперь несколько слов попросили мои коллеги, организаторы привести это статистическое данное, но это глубже я не буду вникать, потому что для практических врачей это знакомая тема, это вы знаете, даже некоторые иногда надоедают, это программа, когда вам говорят одни и те же. Просто для вашего сведения я хотел привести несколько примеров. На сегодняшний день население нашей, по данным ВОЗ, Министерства Здравоохранения Республики Казахстан в 2018 году 18 миллионов 60, 608 тысяч человек. Но по данным, по статистике у нас числится в Казахстане 18 миллионов 39 тысяч населения. Но по городу Алматы около 2 миллионов, это вы прекрасно знаете, это которые зарегистрированные люди, которые прикрепленные люди, не те, которые у нас живут и не числятся в Казахстане. Здесь разговор идет о том, что рост населения последних 10 лет идет быстрым темпом. И поэтому за счет чего? Потому что идет естественный рост, прирост населения, рождаемость высокой, а снижается смертность. Следующий слайд. Теншисты поставили, и все население поставили вопрос о том, что увеличит численность. На сегодня мы прекрасно знаем, в Казахстане средний возраст продолжительность жизни населения 71 год. Так же ведь? Но на сегодняшний день, по данным 18 января 2019 года, средняя продолжительность жизни населения является 73 года. И население, мы поставили вопрос увеличить продолжительность жизни до 85 лет, тогда у нас к 2020 году население достигнет 19 миллионов. Это о чем говорит? У нас лиц трудоспособного возраста будет количество уменьшаться. Почему? Потому что, как мне говоря, идет разница рождаемости и смертности. Зато будет увеличиться лиц пожилого возраста. Следующий слайд. Но факторы, влияющие на здоровье населения, я не буду говорить, этого вы все прекрасно знаете, этого не стоит останавливаться. Следующий слайд. государственная программа для вас, наверное, знакома, да? На 16-19 год. Почему эту программу я поставила? Потому что, если вы глубже скажете и глубже будете изучать эту программу, там есть профилактическая направленность этой программы. И как раз-то в продукте Тинши направлено на то, что на эту работу проводят профилактику разных заболеваний, предотвращает. Вы проводите огромную работу на первичном звене, скрининговую работу, профилактическую работу, однако мы давайте будем признаться сильно, процентов 20 естественно приходят, остальные занимаемся припиской. Так же ведь? Кто работает в поликлинических условиях, они все это прекрасно знают. Я как эксперт этого тоже знаю. Следующий слайд. Ну, в отношении продолжительности жизни я уже выговорила, прогнозы тоже говорила, в 19-м году не прогнозировали, а уже утверждено, что 73 года, оказывается, казахстанцы уже 71 сказали, но по данным 19-го года мы уже достигли 73-летнего возраста. Это о чем говорит? Население уже стали более грамотными. не только традиционной медициной лечиться, оздоравливать свой организм, укрепляя иммунитет применением БАДов. Я не говорю не только тиньши, разных компаний. Мы начали более здоровее и более длительное время свою жизнь продлевать. Следующий. Ну, в отношении здесь вопрос о смертности. Вы все прекрасно знаете, что смертность по всем мире уже считается на определенное количество населения. И к большому сожалению, здесь, знаете, я вчера, когда изучила, здесь данные в ВОЗ. Первый идет органы кровообращения, второй органы дыхания, третий новообразование. но вчера, когда я изучила по данным 2018 года, на втором месте у нас идет смертность от органов пищеварения. Я была удивлена к этому. И органы пищеварения, даже я не ожидала, третий идет травматизм в Казахстане. Новообразование продвинуто на четвертое место. Первый, ну, БСК, как всегда, везде. Понимаете? Это о чем говорит орган пищеварения? Это гастриты, язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки. И люди, когда я статистику начала изучать, люди погибли от кровотечения, при желудочном кровотечении, поступает в агонирующем состоянии, или язва, в общем, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, и поступает такой большой процент смертности у нас в Казахстане. Я была удивлена к этому. Следующий слайд. Ну, вот я привела данные экспертов по этим. В Англии 2,8 тысяч человек погибли, а БСК 9,7 тысяч населения. Это же большое количество. В основном, если вот это подойти на БСК, процентов, вот доктора наши профессора согласиться, наверное, в основном трудоспособного возраста и преобладает кто? Мужской пол. Так же ведь? Погибают у нас в основном мужчины трудоспособного возраста. И вот органы дыхания продвинуты у нас повоза идут на втором месте, а здесь уже передвинуты на последний ряд. Видите? Следующий слайд. Чем профилактируемы? Профилактируемы, вот только что говорили, проведение программы детокс и напитка, рекомендую напитка фитексис, как раз-то то, что говорили, причиной является смертность заболеваемости, прием этих, применение этих двух программ способствует тому, оздоравливает организм человека. Ну, это я вам привела к тому, что это данные Российской Федерации. Я говорила, у нас в Казахстане нет профессии сетевой маркетинг. Так же ведь? Цель сегодняшнего форума была то, что мы должны поставить вопрос на уровне республики, на уровне министерства внедрить сетевой маркетинг. И в будущем у нас будет, мы хотим или не хотим, раз в России есть, у них в номенклатуре есть сетевой врач, у нас и будет тоже сетевой врач. А чтоб завтрашний день вы не отстали от жизни, только что Дарья Габиловна Кулны сказал. Занимайтесь, придите, пожалуйста. Следующий. Спасибо, благодарю за внимание. Вот этим мы хотели пригласить вас сюда, чтобы вы поняли суть сетевого маркетинга и суть применения БАД совместно с традиционной медициной. Спасибо. Спасибо. Спасибо.